Ребят, всем привет! Как у вас проходит карантин? Я, как уже говорила, мы выбираемся куда-то на природу, потому что другого выхода нет. Магазины ещё работают, кафе все закрыты, но людям желательно друг с другом не контактировать. И поэтому всё, что у нас остаётся, это природа. И я вам сейчас покажу место, где я сейчас нахожусь. И там какая-то зверюга бегает в кустах, а это птичка. Просто я здесь настолько уже наслушалась всяких историй про пум, что немного опасаюсь, потому что вокруг меня такие заросли. Вот там люди собираются, все о чём-то болтают, как-то кучкуются. Те друг с другом, кто друг друга знает. Вот. С чужаками лучше не общаться. Эти дома стоят. И у них такой офигенный вид на долину. Вот это вот озеро. Озеро Ютовское. Не Солтлэйк, озеро Юта. Очень классный вид. Какие новости. Ну, а нового у нас то, что Америка вышла уже на первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. Но, слава богу, пока не лидирует по количеству смертей. И в мире уже число заражённых перевалило за 1 миллион человек. Каждый день растёт число заболевших. Если я делала первое видео, там, день назад, да, и на следующий день уже несколько тысяч заражённых прибавляется, несколько десятков смертей прибавляется. Короче, ребят, держимся, не унываем. Трамп выступал с речью. Получилось так. Такая интересная история. Ну, как интересная история. То, о чём я уже говорила. И хорошо, что хоть кто-то поднял эту тему. Получается, что вчера он назвал этот вирус китайским вирусом. И на него набросились с критикой о том, что якобы он националист, и этот вирус нельзя называть китайским. Но, мне кажется, он прав. И эти люди должны нести ответственность. Я не говорю, что китайская нация какая-то плохая. Они делают очень много всего для человечества, для промышленности. И все мы взросленно, да, все мы постоянно покупаем товары из Китая. И экономика на этом держится. Но в плане еды этих ребят нужно научить правильно кушать. Реально. Если все эпидемии за прошедшие годы, которые происходили, они возникали именно с Китая по причине того, что эти люди кушали какую-то гадость. Просто мировому сообществу нужно научить этих людей кушать нормальную пищу или заставить их прям кушать нормальную пищу. Сегодня вот мой муж сейчас разговаривает с родственниками из Испании. И заболела его родственница. И автоматически, получается, носителями вируса стали вся семья, которая с ней проживает. Проблема в том, что с ней еще проживают пожилые бабушка с дедушкой. И, конечно, это грустно. И что-то надо делать реально. Надо смотреть на корень проблемы. И если действительно уже известен этот корень проблемы. Господи, эта женщина там сверху постоянно что-то рассказывает этому парню про свои бывшие любовные похождения. Это так смешно, если честно. Короче, нужно зреть в корень проблемы. И людям что-то с этим делать. Писать какие-то петиции. Что-то такое делать. Потому что больше терпеть нельзя, я считаю. Ребят, я только сняла данное видео. И на следующий же день появилась информация о том, что в Китае стали закрывать рынки с дикими домашними животными, которых потом употребляли в пищу. И также там запретили кушать кошек и собак. И я была несказанно рада данной информации. Ибо нефиг действительно жрать братьев наших меньших. Неизвестно, когда мир от этого, от всего избавится. И неизвестно, когда эта эпидемия спадет. Как бы прогнозируют, что пик вот скоро наступит, а потом пойдет на спад, да. Но действительно мы не знаем. И каждый день число жертв увеличивается. И неизвестно, когда появится эта вакцина. Вроде бы говорят, что уже вроде разработали ее, да. И все равно понадобится какое-то время, чтобы испытать эту вакцину сначала на животных, да. Потом людям это все передать, тестировать, да. Короче, ребят, не забываем мыть руки. Не забываем следить за собой. Мы вчера заехали в магазин, подкупили продуктов. Ну, потому что кушать что-то надо все равно, да. И людей уже в магазине меньше, конечно, становится. Но все равно стараются выходить, быстренько закупиться. Пользуются всякими очищающими салфетками для рук. Протирают тележки. Короче, как могут, так спасаются. Я могу сказать, что моя жизнь, лично моя жизнь, она прям очень сильно не изменилась. Ну, более ограничений стало в плане передвижений по городу. Но я сейчас учусь водить машины. Вот даже сюда доехала вместе с мужем. Он меня упорно учит. А так, в принципе, вот у него жизнь поменялась, потому что он стал работать из дома. Я, в принципе, из дома уже работала. Панорамный. Панорамный вид со мной. Ребят, как круто, да? Ты встал с утра, налил кофеек. И вот у тебя вот такой вид на долину. Эта девушка меня очень сильно бесит. Она такая болтливая. Может, я ее тоже бешу по тому, что я разговариваю на каком-то тарабарском языке. Классно. Я завидую этим людям, которые здесь живут. Мне кажется, эти дома очень дорогие. Ну, по-хорошему завидую. Без всякого. Если мы здесь будем стремиться, зарабатывать, мне кажется, в Америке это возможно. Вот в Юте позволит себе такой дом, если ты действительно со своим мужем, с кем-то еще, всей семьей работаешь. Со временем можно себе это позволить. Как вы думаете, сколько эти дома можно cost? Ближе к миллиону, наверное, они стоят у тебя дома. Но они огромные, видите, они прям здоровые. Как твоя жизнь изменилась в эти дни? Это хорошо работать от дома, это разное. Ты должен быть встал, ты должен быть дисциплина. И также, ты должен быть встал, чтобы не уйти встал. Да. Я надеюсь, что такого и прям не будет, что мы должны будем, вынуждены будем сидеть дома. Я надеюсь все-таки, что скоро это все закончится, и людям можно будет везде ходить, и мы победим эту хрень. So cool. Да, все, короче, сходят с ума. И что-то выдумывают. Ага, приколистые. Может, тоже попробовать, но мне кажется, я так неплохо свалюсь, и потом это будет стоить больших денег, чтобы меня вылечить. Он хочет, чтобы я водила сегодня целый день. Но при всем при этом, если я запускаю какую-то малейшую ошибку, он начинает кричать, и я его боюсь. Ну, по-другому я, наверное, никогда не научусь водить машину, так что карантин — это еще один повод, чтобы чему-то научиться и потренироваться. Пока вы находитесь дома в заперти, можете освоить какой-нибудь онлайн-курс, или позаниматься языками, например. Ну, я вот машину вожу. Тренировочка. Тренировочка. Все, идем обратно. Солнце садится. Вид, конечно, офигенный, но становится прохладно. А я сегодня не взяла свой горячий чай, не взяла кофе, взяла воду. На случай, если мы вот так придем, нам захочется покушать, устроить пикник. Ну, короче, поедем домой, наверное. Домой? Да? Окей, да. По другой стороне горы проедем все до дома. Вот как люди здесь живут. Красивое место, конечно. Очень классное. Ага. Да, там дорога была такая грязненькая. Кое-где еще лежит снег. Ну, я вот, я в свитере. В принципе, в принципе, тепло. Ну, когда солнце есть. Даже жарко бывает. Хоть можно свежим воздухом подышать. Не забывайте подписываться, поставить лайк и написать в комментариях, согласны вы со мной или нет. Я думаю, на сегодняшний день многие люди будут согласны. Пишите свою точку зрения. Давайте. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...